Казань – город со своеобразным укладом жизни, традициями и культурными достопримечательностями. При первом визите невозможно не оценить дворец земледельцев. Этот уникальный памятник культуры, пожалуй, не только единственный в России, но и во всем мире. Аналогов ему нет. Именно этот факт является первопричиной визита путешественников в Казань. Казань была основана в 2005 году. Некоторые постройки сохранились на территории города в их первозданном виде. Туристы, побывавшие здесь, подметили, что Казань сочетает в себе вещи, которые на первый взгляд совместить очень трудно. Это касается не только вопросов религии, но и архитектуры, культуры. В городское убранство умело вписываются как исторические памятники, которым более 500 лет, так и современная архитектура, сочетающая в себе русский и мусульманский национальный колорит. В пятерку самых посещаемых мест Казани входят следующие достопримечательности – мечеть Кул-Шариф, одна из главных действующих мечетей Казани, принимающая прихожан и осуществляющие экскурсии одновременно. Казанский Кремль – это главная визитная карта города. В 2000 году это место было присвоено к всемирному наследию ЮНЕСКО. Территориальная площадь Кремля – 1500 квадратных метров. Министерство земледелия Казани, дворец – еще один масштабный памятник, который обязательно рекомендуется к посещению. В здании находится штаб-квартира Министерства сельского хозяйства по Республике Татарстан. Внутри расположены кабинеты министров городского управления, сельского хозяйства, продовольствия и ДРЭ. Поэтому находиться туристам в здании без пропуска нельзя. Побывать в Казани и не съездить в Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь – непростительная глупость. Монастырь расположен в центре реки Волги. Изначально, он строился как оборонительная крепость. Изучая историю России, будет полезно осмотреть эту архитектурную постройку. Пешеходная улица Баумана в исторической части города привлекает своими живописными видами многих туристов. Улица была декорирована и обустроена еще в начале 90-х годов. На данный момент там располагается торгово-туристический центр. Несмотря на такой богатый выбор туристических маршрутов, большинство путешествующих акцентируют свое пристальное внимание на Дворце земледелия. Одна из самых величественных построек города – Дворец земледелия. Казань территориально делится на новый и старый город. Эта постройка недавнего времени расположилась именно в культурно-исторической части на Дворцовой площади, рядом с Казанским Кремлем. Архитектурная отделка напоминает туристам постройки Италии и Франции. Рядом со зданием летом ежедневно устраиваются массовые фотосессии. Однако, есть сторонники мнения, что, несмотря на красоту и живописность здания, оно не вписывается к архитектурному стилю Кремля в Казани. Мраморный дворец Санкт-Петербург – юридический адрес, по которому располагается Дворец земледелия, Казань, улица Федосеевская, дом 36. На карте остановка общественного транспорта, улица Батурина. Телефон для справок – 843-292-0382. Режим работы Министерства есть на официальном сайте с понедельника по пятницу, с 8 часов до 17 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье. Добраться пешком можно от набережной через парк или через новый жилищный комплекс. Путь занимает 20 минут. Общественный транспорт номер 22, 28, 89 проходит через нужную автобусную остановку. Обратите внимание, ввиду того, что внутри здания расположена штаб-квартира Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, экскурсии внутри дворца не предусмотрено. Те, кому вживую доводилось увидеть здание Министерства сельского хозяйства Казани, в один голос утверждают, что внешне оно напоминает Екатерининский дворец. Дворец Долмабахчи Стамбул название Дома земледельцев выковано на русском и татарском языках металлическими буквами в центральной части здания. В середине фасада здания красуется огромное, 20-метровое дерево, выполненное из чистой бронзы. Выбор такой архитектуры не случайен. Дерево символизирует богатые плодородные края Татарской Республики и Казани. Дерево ночью загорается зеленой подсветкой, напоминая листву и позволяя лубоваться красотами дворца из любой точки города. Дворец располагается у подножия возвышенности, высотой в 15 метров. На его макушке красуется спиралевидный купол, достигающий 48 метров в высоту. Вход в здание с обеих сторон выделяют огромные колонны коринфского ордера, над которыми изображены скульптуры двух величественных коней. К описанию архитектуры Дома земледельцев невозможно не добавить грифонов, которые расположены по бокам здания, у запасных входов. Фасад выполнен в роскошном стиле. По обе стороны от дерева расположились два крыла с колоннами и куполом. Архитектор изрядно постарался над формами и экстерьером. Дворец выполнен в смешанных стилях. Здесь присутствуют ампир, классицизм, модерн. За красоту и долговечность постройки отвечает компания застройщик «Антика». Информации о внутренней отделке имеется мало. Попасть в здание без специальных пропусков нельзя. Так как в здании располагается организация с действующими кабинетами министров, убранство и внешняя отделка отличаются своей выдержанностью и простотой, в отличие от того, что преподносится снаружи. Интересно, присутствие разнообразных архитектурных стилей напоминает некоторым путешественникам сходство с императорским дворцом Ховбурна в Вене. Особая величественность и монументальность создается благодаря большому количеству подсветок. Дом земледельцев «Казань» начал строиться в 2008 году. На этом месте ранее была ветхая застройка. За создание шедевра взялся главный инженер компании «Антика» по совместительству архитектор Леонид Горняк. Как говорил Горняк, макет и проект был разработан всего за месяц. Несмотря на наличие сложных элементов в стиле ампиры барокко, здание было построено за два года. Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге единственная сложность, которая возникла в процессе строительства, возведения деревянной скульптуры и купола. Загвоздка заключалась в следующем. Витки деревьев ковались вручную и требовали максимум выдержки и терпения. Скульптура собиралась по частям. Поэтому необходимо было подогнать все элементы, температурное расширение, нагрузка. Всем этим параметрам нужно было следовать, чтобы постройка не рассыпалась к моменту сдачи. Общая сумма строительства обошлась бюджету республики в 2,2 миллиарда рублей. К весне 2010 года было объявлено об открытии этого монумента. Компания-застройщик славится своими постройками на всю республику. Рядом с «земледельцем» этой же фирмы возведены «жилой комплекс», рядом с «дворцовой набережной», площадь перед набережной. С 2011 ежегодно на территории Дворцовой площади проводится административный праздник, День города, фестиваль, Казанская осень. Несмотря на большинство положительных отзывов, относительно постройки, эксперты считают, что она тут не к месту. Основная проблема заключается в том, что Кремль теряет свой вид рядом с таким монументальным зданием. Важно, управление Роскультуры по Поволжскому округу даже выдвигало протест, в котором упоминалось о необходимости охраны памятников ЮНЕСКО и недопустимости строительства зданий с архитектурой, не соответствующей стилю объектов всемирного наследия. Из всех дворцов Казани дом с деревом самый популярный и известный, однако, на территории города построено еще много культурных достопримечательностей, президентский дворец, расположенный рядом с центральной Кремлевской площадью в Казани. Постройка начала XIX века. Путешественники рекомендуют посетить эти места. Башня Сююмбики – одна из главных достопримечательностей на Кремлевской площади, не посетить которую просто невозможно. История создания этой «падающей» башни окутана пеленой тайн. Известно, что постройка была создана в XVII веке, однако кто автор шедевра до сих пор не установлено. Казанский дворец культуры железнодорожников. Это культурно-образовательное учреждение. Архитектура здания относится к эпохе сталинского ампира. Здесь проводятся массовые развлекательные мероприятия. Сколько бы негативных отзывов не было относительно колхозника, дворец выделяется и привлекает к себе пристальное внимание прохожих. Своим размером, красотой фактуры, сочетанием нескольких архитектурных стилей он показывает всю величественность и мощь не только города, но и всей республики Татарстан. Он притягивает внимание и им хочется лубоваться вновь и вновь.